Видите, у меня есть и лаудер-фаталист. Такой не очень веселый человек я, да? Вот зимой я серого цвета, поэтому зимой я 2Н3, а летом я чуть поживее, поэтому я 2Н1. Все как всегда. Привет всем, кто набрел на этот блог. И, наверное, вы сейчас подумали, о, новый бьюти-блогер. Но нет, я просто человек, который обожает косметику, очень любит о ней поговорить, и задолбал уже всех вокруг этими разговорами, поэтому я пришла к вам. И если вы тоже любите поговорить о косметике, и любите порыться в чужих косметичках, то добро пожаловать! И, конечно, правильно было бы начать с первого этапа, с очищения и рассказать про мое очищение, про все, что стоит у меня в ванной на полке по этому поводу. Но не дело начинать с этого первого видео, поэтому в первом видео я хочу показать вам те вещи с моего туалетного столика, которые я обожаю, которые мне нравятся больше всего. Поэтому здесь будет все подряд, просто покажу, что у меня есть интересного, и что мне очень-очень нравится. И первое это тональное средство от Estee Lauder, которое называется Футурист. Причем я все время прихожу в магазин и называю его Фоталист. Это двухфазное средство, оно жиденькое, то есть, прежде чем его использовать, нужно его потрясти. Мне очень нравится, что у него такая мягкая туба, причем я использую обычно два оттенка. 2N1 и 2N3. Зимой я, наверное, ближе к 2N3, а летом почему-то к 2N1, хотя 2N1 вроде как светлее. Но нет, он не светлее, он просто другого оттенка. Он более натуральный, а 2N3 он такой более серый. Вот зимой я серого цвета, поэтому зимой я 2N3, а летом я чуть поживее, поэтому я 2N1. Очень классный тональный крем, мне нравится его текстура, мне нравится, что он жиденький. Я вообще ненавижу плотные тональные крема. Мне с ними тяжело жить, тяжело дышать, тяжело передвигаться. Я люблю, когда жиденько все, и можно намазать чем угодно. Можно намазать кистью, можно намазать спонжем, можно намазать пальцем. И давайте покажу вам сводчи, как это выглядит. ПОДПИШИСЬ! Вторая вещь, которая мне безумно понравилась, сама от себя не ожидала, это карандаши для глаз от Vivienne Sabo. Мне кажется, это самые дешевые карандаши, которые у них есть. У меня они в 4 оттенках. Коричневый 303, серый 302, такой серо-синий 309 и зеленый 307. Тоже такой серо-зеленый. Классные мягкие карандаши, очень легко наносятся. Хочешь растушуй, хочешь оставь так. Очень удобно, очень классно. И я люблю карандаши именно в дереве, которые нужно точить. Не знаю, у меня почему-то все время какие-то проблемы с карандашами, которые выкручиваются автоматически. Вот эти карандаши, мне как-то проще с карандашами в дереве. Хотя я знаю, что их многие не любят, мол, они внутри там все поломаны, да, и ты точишь, все это обваливается. Да, такое тоже бывает, конечно же. Но почему-то в дереве мне все равно удобнее. И, ну, конечно же, давайте сейчас покажу, как это выглядит. И, кстати говоря, у меня сейчас на глазах нижнее веко подчеркнуто вот этим коричневым карандашом 303. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Тут у меня стоят губы и очень мне понравился блеск от Stellar. Тоже от себя не ожидала. У меня в оттенке 19. Это такой трупненький оттенок. Но тоже на свотчах посмотрите, как это выглядит. Очень комфортный, очень классный. Но по поводу стойкости блесков, я не знаю, у кого-нибудь блески вообще держатся дольше, чем час. На мне никогда. Но, наверное, просто потому, что я все время что-то ем. И я съедаю все это вместе с блеском. Да и с помадой, честно говоря, тоже. Но помады какие-то стойкие, они остаются на мне еще. Но вот блески нет, блески махом у меня улетают. Поэтому я про стойкость ничего сказать не могу. потому, что для меня все блески вообще в мире они не стойкие. Кстати, люди, вообще расскажите мне, как у вас со стойкостью блесков? Насколько вам хватает в жизни блеска? Вот вы намазались им и что дальше? Сколько времени он на вас есть? Мне очень интересно, потому что, когда смотришь разных бьюти-блогеров, они рассказывают о стойкости блесков. Иногда смотришь, что вот я проходил там 7 часов, вот у меня есть остатки какого-то там блеска на губах. Как вы это делаете? Вы не пользуетесь губами? Я не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОМАДА которую я люблю всей душой это помада Гуччи. У меня она в таком классическом красном оттенке. Это оттенок, думала, будет номер, но нет, он называется Голд Ред. Очень красивая помада, мне вообще она эстетически очень нравится. Помаду Гуччи так приятно держать. Она такая тяжеленькая и, кстати, у меня немножко вмятая. Да, я помяла колпачок, не спрашивайте даже как, я сама не знаю, как вообще можно было помять колпачок. Я сделала это в сумке. Возможно, что-то очень тяжелое есть в моей сумке, чтобы помять металлический колпачок от помады. И есть помада. Эту помаду я повторяю лет 10 уже. И это очень смешно, потому что каждый раз, когда я прихожу и решаю, а не купили мне помаду Max Factor, потому что они мне нравятся по текстуре, мне очень нравится, как это ощущается на губах, я каждый раз не могу откроть, я каждый раз такая смотрю на оттенок и думаю, ну вот какой-то такой я люблю оттенок у помады, наверное, возьму его. Каждый раз думаю, ну нет, это не такой же, как у меня был в прошлый раз. И в этот раз вышло очень смешно, потому что старенькая помада, у меня даже колпачок от нее какой-то странный, он был в оттенке 745 Барнт Карамель. Я, кстати, вспомнила, этот колпачок вообще не от нее. Повторюсь, оттенок был 745, 745 Барнт Карамель. Я прихожу в магазин и такая, ну, по-моему, у меня был не такой номер, здесь 020, 020 Барнт Карамель. Сейчас я вам покажу их две. Они вообще одинаковые, они просто одинаковые. Я не знаю, как я это делаю, и на самом деле это в третий раз, я в третий раз покупаю один и тот же цвет этой помады. Каждый раз одно и то же происходит. Когда-нибудь я куплю у Max Factor какой-то другой цвет, честное слово. Мне очень нравятся помады от Max Factor вот в таком виде. Они такие мягкие, они довольно стойкие, кстати говоря, про стойкость, да, вот эти помады стойкие. И эти помады, я вообще забываю о том, что на мне есть помада. Вот я сейчас в другой помаде не буду вам ее показывать, потому что я ее ощущаю, и мне это не нравится, и не люблю, когда я ощущаю помаду. на себе. Вот Max Factor я не ощущаю. Дальше у меня здесь стоит еще помада, она в миниатюре в моем случае. Вот так она выглядит уже, уже ей очень плохо. но помада тоже очень классная. Вот эта классическая диоровская помада вот в таких флакончиках. Она тоже невесомая, не ощущаешь ее абсолютно. Мне, кстати, очень понравился оттенок 999 матовый. У меня был тоже в миниатюрке обычный такой сатиновый и матовый. 999. Вот матовый 999 очень красивый оттенок. И вы можете его приглушить, да, там, ну, пожевали салфеточку, и у вас приглушенный такой красный красивейший цвет. Тоже помаду вообще не ощущаешь, и она долго остается на губах. Следующая вещь, которую я обожаю. Я не понимаю, что делает эта вещь, в общем-то, на самом деле, мне кажется, не так давно начали говорить про рассеивающие пудры, про блюр-эффект. Метеориты от Guerlain появились намного раньше, чем про все это начали говорить. И тогда, честно говоря, не особо даже понимали, зачем она нужна. Но я очень-очень люблю вот эту пудру в шариках Метеориты от Guerlain. Раз, два, три. Я так и быть покажу вам новую упаковку, чтобы не показывать тот кошмар, который у меня сейчас вот здесь. здесь вообще уже ничего нет. Это очень красиво. Это так красиво. Это просто удовольствие. Да не важно, что она делает. Это просто приятно. Этим приятно пользоваться. Вы взяли, взяли кисточку, вот так вот сделали, сделали вот так. Хо-хо-хо. Все пылит, все прекрасно, у вас все вокруг в блестках, и вы такая. хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Очень приятно, я так люблю это. Вообще не могу сказать, что Метеориты делают что-то полезное с вашим макияжем, они просто приятные, просто для удовольствия. Обожаю. Но новую пока не достаю, пока пускай подождет, потому что еду надо доедать до конца, и косметику я тоже стараюсь использовать до конца, тем более, когда речь идет про метеориты, метеориты, это вещь, которая точно, я не хочу их выкидывать, это вещь, которая мне нравится. Что у меня здесь еще стоит? Здесь еще стоит потрясающе, это потрясающе, это так классно. стоит как крыло самолета, но такая красивая. Я, честно, я ходила вокруг стенда с Гуччи, наверное, минут 20. Я ходила и думала, хочу я это купить? Ну, нет, даже не такой вопрос. Конечно, хочу. Могу ли я купить пудру за такие деньги? В общем, ходила, 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 в итоге сдалась и решила, что, ну, нет, это нужно мне, это мне просто жизненно необходимо, это так красиво, я ее просто обожаю. Вот так это выглядит внутри. И здесь есть секретик, да, то есть вам нужно, вот это вот вы не подцепите никак, об этом уже все сказали, то есть вы чуть-чуть назад откидываете крышку и у вас вот эта штучка выскакивает, у вас здесь пуховка. Честно, пуховкой не пользуюсь, во-первых, мне все время жалко их загаживать, эти пуховки, тем более в такой упаковке, а во-вторых, просто это неудобно и от нее такой запах, она пахнет какими-то цветами, парфюмом, это очень вкусно. Я могу просто сидеть и ее нюхать. Вот это, наверное, одна из самых красивых вещей у меня на туалетном столике. И такие вещи нужны, они важны. У меня, кстати, в оттенке полтора, полторашечка оттенок. Возможно, на лето можно было бы, наверное, взять потемнее, но что-то... Сначала было непонятно, будет ли лето, теперь непонятно, буду ли я в этом лете. Следующая вещь, это на самом деле для меня было открытием. Я как-то не особо что-то ожидала от этой вещи. И это румяшки, румяшки от Дольче Габбана, тоже в потрясающей упаковке, но это же так красиво. Мне очень нравится эстетика Дольче Габбана, я обожаю их принты. Но мне кажется, это безумно красиво. И мне кажется, что это очень по-итальянски. Хотя не знаю, вообще итальянские женщины ходят в таких цветах. Мне кажется, они все время все в черном, нет? Но почему-то мне кажется, что это прямо в духе Моники Белуччи. Очень мне нравится оформление. Я взяла... Это вообще румяна, но я взяла их в оттенке 100 тан. То есть, это соточка. Давайте я вытащу оттуда кисточку, чтобы ничего не рухнуло, а то знаю ее себя. И вот так это выглядит здесь с рельефом в виде роз самого наполнения. И по сути, это не румяна, это скульптор. Он такой холодный скульптор. Я когда брала, подумала, наверное, как скульптор мне будет светлый. Но нет, он очень пигментированный. Он такой плотненький цвет дает. И очень естественно выглядит именно скула сама. То есть, очень похоже, что это она. На меня, кстати, простите, не она сейчас, поэтому не могу похвастаться пока результатом. Но в каком-нибудь следующем видео, если вы решите продолжать смотреть этот канал, то обязательно покажу, как это выглядит вживую. И дальше я хочу перейти к вещам, которые помогают сделать макияж. В общем, есть у меня две базы для нанесения теней. Одна от Анастасии Беверли-Хиллз, а вторая, это вообще-то не база, это белые тени в карандаше от от Сода. И вот это мне нравится больше, чем вот это. Это очень странно, кощунственно, вообще что-то ужасное я сейчас произнесла, но на самом деле так. Мне вот этим пользоваться удобнее, чем вот этим. То есть, это тоже хорошая база. Она жидкая, вы ее прям капелюсечку малюсенькую наносите, и ее хватает на оба века, вот этой прям наночастицы. А здесь вы просто берете вот так вот, открываете карандаш, хоп-хоп-хоп по векам, растушевали и наносите тени. И почему-то вот эта штука мне кажется удобнее и нравится больше. А дальше тени. Тени у меня тут немножко лежат, спрятанные. Я тут разрываюсь, потому что практически все тени, которые у меня есть, не нравятся, потому что те, которые мне не нравятся, я психанула и выкинула. Ну ладно, покажу вам две. Две палетки покажу. Первая это палетка от Colourpop. В России почему-то они продаются по каким-то очень странным ценам. Я заказывала в свое время в Штатах, когда еще все было возможно. Палетка стоит 16 долларов. 16? Ну иногда 14, иногда 16, иногда бывает аттракцион невиданной щедрости. Очень красивая, такая ежедневная палетка. Просто хороший, красивый макияж на день. Захотели сделать, добавили блесток, добавили темного и вот вам получился вечерний. Очень приятная по текстуре палетка и тоже я вам сводчики сделаю, покажу сводчи. И сделаю, пожалуй, знаете, даже сводчи в разных вариантах с подложкой и без подложки, чтобы можно было увидеть разницу, потому что для меня лично было открытием, насколько по-разному могут выглядеть тени с подложкой и без подложки. А второе, это прям любовь, это такая палочка-велручалочка. Это тени от Наташи Динона. Такая маленькая пятерочка. Я на самом деле сейчас смотрю и думаю, почему, почему я не купила в свое время несколько таких палеток, потому что это очень удобно, очень классно. Вы взяли, просто открыли эту пятерку, у вас все готовый макияж, и вам не нужно ничего думать, где там, что сочетается, что не сочетается. Здесь все уже сочетается, все нормально, все уже за вас придумали. И по качеству тени, конечно, шикарные. У них сияшки очень сияющие, но тоже это посмотрите в Сочи. Это я тоже покажу. Наташу Динону, по-моему, сейчас тоже невозможно купить, да? Ее тоже же нет. Она была в Сифоне, наверное. Все как всегда. Но когда-нибудь что-нибудь мы найдем, и когда-нибудь они же, наверное, появятся. Какая разница, да? Я же вам ничего не рекомендую, и я вам просто рассказываю той косметики, которую я люблю. Так что, вот, Наташа Динона, это мини-палеточка, а номер... А тут черт его знает, какой номер. Здесь только сзади написаны номера оттенков. 335, 336, 37, 39 и 38. Ладно, я не уверена, но... В общем, красно-розовая она такая одна. И у Colourpop я не сказала вам тоже оттенок. А какой, в общем-то, оттенок, да? Она называется Going Cacanuts. Я очень люблю кокос. Жалко... Я обожаю аромат кокоса, и... Жалко, она не надушена и не пахнет. Вообще, мне кажется, ничем не пахнет. Ничем не пахнет. Ну-ка, Наташа Динона. Да тоже ничем не пахнет. Почему тени никогда ничем не пахнут? Ну, хотя, может быть, это потому, что на глаза и на глаза нельзя, чтобы пахло. Ну, наверное, логично. Субтитры сделал DimaTorzok и давайте закончим на ароматах, которые я люблю. У меня сейчас есть два аромата, которые я просто обожаю. Невероятная любовь у меня к ним. Это первое, это Guerlain Aqua Alligoria Perra Granata. Так вот сделаем. Ну, это же потрясающая бутылочка. Ну, посмотрите, как выглядит. Ну, это же очень красиво. Эти соты, вот этот шарик сверху. Мне очень нравится эстетика вот этих бутылочек Aqua Alligoria. Хочу попробовать что-то еще, потому что это была первая Aqua Alligoria, которую я купила, вообще попробовала. Мне так понравилось. Единственное, что они не стойкие. Aqua Alligoria, это не парфюмированная вода, это, по-моему, туалетная. Да, это туалетная вода. Вся Aqua Alligoria это туалетная вода, и они не очень стойкие, то есть вам их на полденька хватит. Меня, кстати, очень часто спрашивают, когда я душусь вот этим гранатом, что чем от тебя так пахнет, что это такое. Да, это прям гранат, это очень вкусно пахнет. Он не сладкий, но он фруктовый. Такой ягодно-фруктовый, но он не терпкий, не сладкий, какой-то невероятно свежий. А второй аромат, который я просто обожаю, ну вот прям я не могу себе представить себя без него, и у меня он уже кончается. Он у меня в версии, что он, 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 он. Это Monger LEM, и у меня это версия парфюмированная вода, цветочная, флора. И я так понимаю, это была левитированная версия, потому что ее больше нет, но на самом деле следующую бутылочку я буду покупать классический Monger LEM, потому что, когда я покупала вообще Monger LEM, я пошла с мыслью, что я хочу эти духи, Monger LEM. Я пришла в магазин и натушила одну руку классическим Monger LEM, вторую флорой. Походила в магазине, попробовала ту, другую, и подумала, что нет, Monger LEM, наверное, будет слишком очень уж праздничным, что ли, очень обязывающим. Не знаю, то есть я сразу должна быть очень серьезной дамой для этого аромата. И решила, нет, я возьму вот то, что полегче, такая девичья версия, ля-ля-ля, флора. Потом я вышла из магазина уже со своей покупкой, и прошел, наверное, час, я вернулась к двум запястьям и поняла, что Monger LEM классический раскрылся на мне интереснее. И вот следующую версию я буду однозначно покупать классическую. Спасибо, что вы выслушали меня. Мне было очень важно рассказать и поговорить вообще про косметику, которую я люблю. Мне будет очень интересно послушать, что любимого у вас на туалетном столике, чем вы пользуетесь, что вам нравится, что вы обожаете, что стоит у вас на туалетном столике просто для красоты, в чем вы не видите особо большого смысла, но вам нравится чисто эстетически, то вы обожаете за какие-то характеристики макияжные. И подписывайтесь, чтобы вернуться сюда снова, и мы тоже что-нибудь еще обсудим, и о чем-нибудь поговорим интересным. Не, есть еще что показать вам. Хорошего вам дня, и если грустите, не грустите. Субтитры сделал DimaTorzok